Последний, наверное, выгода или, скажем, польза праведных детей. Какой польза будет от этого? На самом деле, праведные дитя это нигмат, это милость от Аллаха, это благодеяние. Где Пророк, говорит следующее Об этом хадисе в начале коротко было сказано, здесь более подробно написано. Когда дети Адам умрут, все его деяния прерываются, прекращаются. За исключением от трех вещей не прекращаются. Садака Тунджария, текущая садака, более подробно будут, к текущим садакам, какие дела входят в другом хадисе, иншаллах, будем сказать. То есть садака, которая всегда продолжается, не прерывается. Или человек после своего смерти оставляет такое знание, которое другие пользу берут, если кому-то вы на самом деле урок давали, научили что-то из ислам, другие будут пользу брать после вашего смерти, то, что они хорошего делают, и вам тоже пишутся. В пользу вам. Или после своего смерти оставляют праведное дитя, которое я дуаллаху в пользу своих родителей дуа делает. Эти родители рассказал имам Муслим. И другие, Абудавы, Тармези, Ибни Маджа, Насаи, со словом Абу Хрэр, радиллаху ам. На. П ego possibility поистине человека, то есть есть человек, вденуах ямод в раю, этому человеку дают самый высокий степень в раю. То есть поистине Человека дают в район Самое высокое место Там Почет Он сам удивляет Говорит откуда это для меня За какое деяние То есть в жизни он будет вспомнить ничего Такого благое дело не сделал По причине которого Такое место ему отдали бы Ему говорят От Аллаха Что Это по причине Твоего ребенка Который просил Прощения за твои грехи Понимаете Это место ты получал Из-за твоего ребенка Праводные дети Которые после твоего смерти О Аллах Прости меня Мои грехи Прости И грехи моих родителей Говорит Этот хаис рассказал Имам Ахмад ибн Маза Вот это есть Мои братья мусульман Баракаллаху Файда То есть Польза от Праведных детей Если даже здесь Вы не заметите Как этот человек Если на этом свете Вы не заметите Ну на том свете Потом увидите Баракаллаху Файда Семь категории Дена Существует По причине Совершения Вот эти Семь категории Деяния Для раба Будут После его смерти Вознаграждения То есть Вот это Вознаграждение Он получает А он где находится Он уже в могиле То есть Раб Аллаха Он находится В могиле По причине Того Чтобы До смерти Он совершал Один из этих Семи Или несколько Семи Дела Этому человеку Вознаграждение Пишется 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 Один из них Ман Алла Ма Альма Тот кто Передаст Знания Когда мы говорим Что знания Сюда входит Баракаллафикум В первую очередь Это шариатские знания А когда мы говорим Что шариатские знания В первую очередь Заходят сюда Так как было сказано В Усуль Ас-Саласа Это Познание Аллаха Субхану Хуа Тааля Познание Его Пророка Салаллаху Алейхи 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 Познание Религии Ислама С доказательством Баракаллафикум Понимаете Это Таухид Это Акида После своего смерти Он оставлял Акиду Знания Исламские знания Алейхи Алейхи Или после своего смерти Он оставляет Что Речку Которую он заставил течь То есть Был При жизни Он увидел какую-то речку Которую Вода не ходит Потому что там грязь бросана Там забита сталь И так далее Он ремонт сделал Это делал Чистили Вот эту речку И по причине Его труда Речка уже Начинает Его вода Вытекать Или Он что делал При жизни Он бурил Или там Откапывает Яму Закопал Для того Чтобы там был Колодец Если коротко Сказал Что после своего смерти Он оставлял колодец Или скажем Бурил Там воду Пресная вода Понимаете Или до смерти Он сажал Нахль Деревья Финниковые Другие пользу берут От него Или построил Масжид Или завершал После своего смерти Отдали Талиб Мусхав Кур'ан Подарил Аутара Аутара Каваладан Несагфир Лаху Ба'да Мавти Или оставлял После своего смерти Ребенок Который Просит Прощения За своих За грехи Своих родителей Понимаете Этот хадис Является Хороший хадис Ибн Маджи Рассказал Ибн Хузайм В другом Версии Этого Хадиса Сказано Что он Точно такой же Ильман Аллам Аутара После своего смерти Он знания Оставлял Аутара После своего смерти Он оставлял Праведное Дитя И Кур'ан Подарил До смерти После смерти Будут пользовать Для него Аутара Или Масжид Построил Аутара Или После своего Смерти Какой-то Дом Построил Только для Мусафир То есть Спутники Например В одном Деревне Деревне Там живут В одном Городе Живут Эти люди Это Мусульмане Специально В этом Городе Или В этом Деревне Построил Дон Для Мусафиров Для Приезжих Для чужих Которые Там Мимо Этого Города Мимо Этого Пройдет Как Сегодняшняя Гостиница Это Бесплатно Аутара Аджраху Или Скажем Он Какую-то Речку Там Заставлял Течь Ау Садака Там Ахраджах Мимали Или Какой-то Садака Отдал Из своего Имущества Когда он Здоровый Был Все Вот Эти Деяны Барак Аллах Фикум Пригодятся Человеку После Его Смерти Барак Аллах Фикум